У микрофона Иван Толстый. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радиосвобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаянии общества. Перечитывая общее наследие. Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня глава из сатирической повести Владимира Войновича Иванкиада, впервые вышедшей в американском издательстве «Ардис» в 1976 году. Писательская свобода. Читает Александр Филипенко. Перед тем, как случится всей этой истории, я спокойно писал своего Чонкина, намереваясь закончить его, как всегда на протяжении вот уже лет двенадцати, в этом году. Только что я кое-как выбрался из очередной опалы и по некоторым признакам догадывался, что скоро попаду в следующую. Будет новая нервотрепка, полное отсутствие денег. И сейчас, пока после раздачи долгов еще немного оставалось от двух чудом вышедших одновременно книг, надо писать Чонкина как можно быстрее, не отвлекаясь ни на что постороннее. Но постороннее влезло, меня не спросив, и все-таки отвлекло. Неожиданно для себя я был вовлечен в долгую и нелепую борьбу за расширение своей жилплощади. Откровенно говоря, мне это не свойственно. От борьбы за личное благополучие я по возможности уклоняюсь. Ненавижу ходить к начальству и добиваться чего-то. По своему характеру я не притязателен и довольствуюсь малым. Я не гурман, не модник, не проявляю никакого интереса к предметам роскоши. Простая пища, скромная одежда и крыша над головой. Вот все, что мне нужно по части благополучия. Правда, под крышей мне всегда хотелось иметь отдельную комнату для себя лично. Но вряд ли такое желание можно считать чрезмерным. Так вот, вопреки своему характеру, я вдруг вступил в отчаянную борьбу. За несколько месяцев Чонкин был забыт совершенно. Несколько месяцев я только тем и занимался, что писал письма и заявления. Ходил по начальству, звонил по телефону, собирал сторонников, хитрил, злился, выходил из себя. Съел несколько пачек седуксена и валидола. И только благодаря все-таки еще неплохому здоровью вышел из борьбы без инфаркта. Я пытался сохранить спокойствие, но мне это не всегда удавалось. Меня спасло то, что на каком-то этапе борьбы я решил, что ко всему надо относиться с юмором, поскольку всякое познание есть благо. Я успокоился. Ненависть во мне сменилась любопытством, которое мой противник удовлетворял активно, обнажаясь, как на стриптизе. Я уже не боролся. Я собирал материал для данного сочинения, а мой противник и его дружки деятельно мне помогали, развивая этот грандиозный сюжет и делая один за другим ходы, которые, может быть, не всегда придумаешь за столом. Сюжет этот не просто увлекателен, он, мне кажется, объясняет некоторые происходящие в нашей стране явления, которые не то что со стороны, а изнутри не всегда понятны. Ну, например, почему не печатают архипелаг ГУЛАГ, понять еще можно. Для этого надо изменить всю внутреннюю политику. Но для издания, например, доктора Живага, менять ничего не нужно. Нужно просто издать тиражом, соответствующим спросу, получить достойную прибыль и избавиться навсегда от вопросов, почему у вас не печатают этот роман? Почему художнику, пусть хоть самому раз абстракционисту, не разрешить выставлять свою картину на каком-нибудь пустыре? Разве мощь нашего государства пошатнется хоть на миллиметр? Вам кажется, нет? Мне тоже. Для чего ж давить эту картину бульдозером? Некультурно. И денег стоит. Сложить амортизацию бульдозера, двойную ставку за выходной день бульдозеристу, да и солярка во всем мире подорожала. Я намеренно не касаюсь нравственной стороны вопроса. Я говорю только о целесообразности. Я спрашиваю, отчего наше сверхгосударство так часто действует против себя, без всякого видимого смысла? Западные советологи, да и наши некоторые мыслители объясняют всё догматическим следованием марксизму. Сидит вроде в своём служебном кресле эдакий правоверный догматик и ортодокс, и, вцепившись одной рукой в бороду Маркса, другой листает капитал, сверяя по нему каждый свой шаг. Так ли это? Насчёт Маркса ничего определённого сказать не могу, я его не читал. Но, живя в этой стране вот уже пятый десяток, присматриваясь к нашей жизни, что-то я потерял из виду этого ортодокса. Видать, тихо скончался и похоронен без почестей. Но из розового миража возникает передо мной не догматик, не ортодокс, а деятель нового типа, которого я и спешу вам представить, любезный читатель. Для изучения жизни не надо ездить в творческие командировки и напрасно расходовать казённые деньги. Изучайте жизнь там, где живёте. Это гораздо продуктивнее и дешевле. Загляните хотя бы в наш двор. Посмотрите, какие люди, какие типы, какие судьбы. Наверное, на КамАЗе или на БАМе тоже встречаются интересные люди, но не в такой пропорции. Дом наш не то чтобы какой-то особенный, но и нельзя сказать, что обычный. Проживают здесь инженеры человеческих душ, члены жилищно-строительного кооператива, московский писатель. Есть на свете немало людей, которые в жизни не видели ни одного живого писателя. А у нас их больше сотни. Известные, малоизвестные и неизвестные вовсе. Богатые, бедные, талантливые, самобытные, бездарные. Левые, правые, средние и никакие. Знают друг друга десятки лет. В прежние времена ели друг друга. Теперь мирно живут под одной крышей. И те, кто ел, и те, кого ели. Но не доели. Вот, видите, подпрыгивающий походкой торопится по двору старичок. Жалкий, немощный, тонкий, как одуванчик. С одуванчика, правда, весь пух уже сдуло. Маленькая головка качается на тонкой шейке-стебельке. Жалко вам старичка? А ведь, говорят, был он некогда генеральным прокурором Украины. Носил четыре ромба в петлицах. Не каждый, кому пришлось встретиться с одуванчиком в то славное время, дожил до столь почтенного возраста, чтобы его было жалко. А тот, который сейчас поддерживает одуванчика под локоток, носил шпалы, но не в петлицах, а на плечах. Там, куда одуванчик, тогда еще не обдутый, его в свое время направил. Что и говорить. Разные люди живут в нашем доме. Люди с самыми причудливыми биографиями. Потомки аристократических фамилий. Бывшие большевики, меньшевики, чекисты, троцкисты, уклонисты, лауреаты сталинских премий, космополиты, ортодоксы, ревизионисты, секретари, союза писателей. Кого только нет. Еще недавно с гитарой в чехле ходил из подъезда в подъезд Галич. Ну, что говорят о моем романе, спрашивал каждого встречного бег. Иных уж нет, а те далече. Аркадий Васильев, чекист, писатель, обвинитель Синявского и Даниэля, тоже жил в нашем доме. Теперь не живет. Теперь он лежит на Новодевичьем кладбище между Кочетовым и Твардовским, неподалеку от Хрущева. Все смешалось. Но еще не все померли и не все уехали. Есть и сейчас в нашем доме интересные люди. Потолкавшись в нашем дворе, самого Симонова вы можете встретить. А вот еще персонаж. Бежит по двору тетенька не первой молодости, курит длинную папиросу, бравирует произнесением нецензурных словечек и несет в авоське. Ни за что не догадаетесь. Произнести страшно. Дух захватывает. Архипелаг-гулаг. И всем наперебой предлагает, совсем не скрываясь, прочесть. Батюшки, что же это в нашем дворе творится, если таскают открыто подрывную литературу? Да где ж наш свисток? Не пора ли свистнуть кому надо? Не спешите. Тетенька и сама вас сведет куда надо при случае. Ибо именно там она книжечку и взяла. И вам она предлагает ее не за так, а за то, чтобы вы, ознакомившись с отдельными абзацами насчет генерала Власова, напишите в газету отклик. Разумеется, неположительный. Допустим, вы отказываетесь. Знаете, я с удовольствием бы. Но вот как раз именно сейчас еду в Новосибирск. И начинаете рыться в карманах, как бы в поисках билетов, которых вы не покупали. Ну, нет, так нет. Наша тетенька не обижается и бежит за другим товарищем. Возможно, у того поезд еще не подошел. А вот и за ней бежит человек. Дайте ему, почитатели, хотя бы подписать отклик без чтения. Он давно не печатался. Ему хотя бы фамилию свою где-нибудь тиснуть. А нет, не дорос еще. Тут нужны писатели авторитетные, с именами. Но если уже очень хочется публично выступить и заявить «Вот он, я!», для этого нужно только дождаться очередного собрания пайщиков. Там почти полная демократия. Хочешь высказаться? Тяни повыше руку. Заметят, дадут слово. Не то, что в Союзе писателей. Собрание-то проходит, как правило, бурно. Кипят неутоленные общественные страсти, скрещиваются копья, возникают и распадаются враждующие между собой группировки. На одном из таких собраний, а именно 27 января 1973 года, я впервые услышал фамилию человека, которому впоследствии суждено было стать героем этих записок. Собрание это запомнилось мне прежде всего потому, что на нем решалось, кому будет принадлежать освободившаяся двухкомнатная квартира. Претендентов было двое. Автор этих строк и некий Павел Липатов, сын жены писателя Воробьева. Выступали болельщики с обеих сторон. Один из выступивших в мою пользу призвал собравшихся учесть ошибки прошлого и заботиться о писателях, пока они живы. Поскольку выступавший был человеком эмоциональным, он неожиданно для всех, а может быть, даже и для самого себя, сравнил происходящее с событиями гораздо более крупного масштаба. Я помню, сказал он, казнь Пастернака. Наверное, казнь Пастернака здесь была ни при чем. Собрание в основном было на моей стороне. И потом, когда дошло до голосования, предоставило квартиру мне подавляющим большинством голосов. Я от квартиры отказался в пользу Липатова, который был первым по очереди, но попросил собрания подтвердить моё право на следующую двухкомнатную квартиру. Собрание мою просьбу поддержало единогласно, что и было записано в протоколе. Я не упомянул бы этого небольшого события, если бы оно не имело значения для дальнейшего развития нашего сюжета. И теперь вернёмся к выступлению моего болельщика. Итак, он сказал, «Я помню казнь Пастернака». Договорить фразу до конца ему не дали. В заднем ряду поднялся хорошо упитанный человек средних лет в белой водолазке со скучным лицом, которое трудно запомнить. Редкие волосы были зачесаны сбоку-набок и аккуратно распределены по темени, которого всё-таки полностью не прикрывали. «Я как коммунист», — сказал он, ни на кого не глядя, «протестую против этих слов казнь Пастернака». Сказав это, человек сел на своё место и равнодушно отвернулся к окну. Похоже было, что его заявление сделано им было без всякого энтузиазма и не в порыве действительного негодования, а чтоб никто не мог упрекнуть его, что он был, слышал такие слова и смолчал. Присутствующие на собрании удивлённо повернули голову к этому человеку, произошла небольшая заминка, а дальше всё продолжалось своим чередом. После собрания я кого-то спросил, кто был тот бдительный коммунист. Мне сказали, какой-то не то и Ванька, не то и Ванько, член правления нашего кооператива. Этим ответом я был вполне удовлетворён и о человеке из заднего ряда тут же забыл. Я не знал, что не пройдёт и месяца, как судьба столкнёт меня с этим человеком и на протяжении долгого времени он будет занимать все мои мысли и разжигать моё любопытство. Подкаст «Писательская свобода» Глава из сатирической повести Владимира Войновича Иванки Ады Читает Александр Филипенко Арон Купершток отбывает на историческую родину. Ура! Ура! Писатель Андрей Клёнов, он же Арон Купершток, получил разрешение на выезд в Израиль. Он оставляет двухкомнатную квартиру. Говорят, это отличная квартира. Комнаты по 17 квадратных метров с окнами на две стороны, с двумя балконами. Наше с женой терпение вознаграждалось. Пять лет мы жили в однокомнатной квартире. Пять лет ждали своей очереди. Наша однокомнатная квартира в доме единственная. Мы дольше других ждали, мы больше других нуждаемся. Мы эту квартиру получим. Наше право на неё бесспорно и подтверждено последним собранием. Теперь у меня будет своя комната, где в благодатной тишине я смогу творить свои бессмертные или какие получатся сочинения. Вы представляете, отдельная комната. Сколько живу, никогда не знал такой роскоши. Вот явился бы какой-нибудь добрый волшебник и спросил бы. Единственное желание. Я сказал бы, хочу отдельную комнату. И я по двору встретил одного мудреца. Фамилию его пущу. Он говорит, вам надо быть бдительным, чтобы не упустить квартиру Клёнова. Зачем же мне быть бдительным, спрашиваю, если кроме меня на эту квартиру нет реальных претендентов. Вы так думаете? Усмехается он. Я квартиру Клёнова знаю. Это очень хорошая квартира. Хотите точный прогноз? Ну, вы эту квартиру получите, но с очень большим трудом. Вы знаете какие-нибудь факты? Я знаю один факт. Это очень хорошая квартира. И не может того быть, чтобы кто-то на неё не позарился. Иду дальше, кивая головой, бежит навстречу переводчик Яков Козловский. У него, как всегда, вид собаки, которая спешит что-то разнюхать, но при этом опасается, как бы кто из прохожих не огрел палкой. Говорит в обычной своей манере, приседая, оглядываясь и шёпотом. Старик, не надейся напрасно. Эту квартиру ты не получишь. Почему? Он опять оглядывается, никто не следит. Старик, я тебе сказал всё, что мог. И оставив меня в недоумении, бежит дальше. Поневоле начинаю волноваться. Вокруг освобождающейся квартиры что-то происходит. Придутся какие-то интриги. На каждом шагу встречают доброжелателей, которые предупреждают. Вам надо смотреть в оба. Вы должны бороться. Почему бороться? И с кем? Кто тот противник, которого я должен уложить на лопатки? Из дневника. 13 февраля. Назавтра назначено правление кооператива. Иду к одному из членов правления. Прошу, если что, за меня заступиться. Вы знаете, говорю, мне об этом пока неудобно оповещать всех. Но если вы на правлении будете решать это дело, и возникнут какие-то сложности, уж вы, пожалуйста, имейте в виду, что, кроме всего прочего, моя жена беременна. Правда, всего только на третьем месяце, но поскольку у меня и других прав достаточно, на всякий случай, пусть это будет еще одним аргументом. 14 февраля вечером звонок в дверь. Является член правления, к которому я обращался. Вот что, детки мои, сказал он мне и моей жене. Только что мы заседали. Я вынужден вас огорчить. Видимо, Кленовскую квартиру вы не получите. Ну, ничего, вам дадут квартиру Божовой. Она, правда, похуже, комнаты маленькие и на одну сторону, но все-таки двукомнатная. Ничего не могу понять, какая такая Божова. Почему я должен получать ее квартиру, в которой она живет, а не Кленовскую, которая свободна? Наш гость объясняет. Выступил председатель кооператива Турганов. Он сказал, что при проектировании дома была допущена ошибка. В доме только одна однокомнатная квартира, а между тем подрастают дети, некоторые хотят разделиться, разъезжаться. Например, Божова хочет отделиться от сына и разменять свою двукомнатную квартиру на две однокомнатные. Так вот, если от квартиры Куперштока настоящую фамилию Кленова Турганов произносит старательно и с явным подтекстом. отделить одну комнату, то останется еще комната с кухней, ванной и уборной, то есть однокомнатная квартира. Дальше все просто. Войнович переезжает в квартиру Божовой, Божова получает квартиру Войновича и ту, которая останется от квартиры Куперштока. Слушая это, я по-прежнему не могу ничего понять. В чем дело? Почему из двухкомнатной квартиры надо делать однокомнатную? И что будет с той комнатой, которая останется без кухни, ванной и уборной? Оказывается, в этой комнате как раз все дело. Сергей Сергеевич Иванько просит улучшить его жилищные условия и присоединить эту комнату к его квартире. Опять не легче. Что же этот Иванько очень нуждается? У него плохая квартира? Нет, у него на троих трехкомнатная квартира, одна из лучших в нашем доме. Может быть, он долго стоял в очереди? Нет, он живет в нашем доме меньше других с 1969 года. В октябре прошлого года подавал какое-то заявление на улучшение жилищных условий, просил четвертую комнату. Почему он просил четвертую комнату? На каком основании? Просить можно что угодно, я тоже могу попросить четыре комнаты, но мне же их никто не даст. Вы сказали, что у меня жена в положении? Да, конечно, говорит мой собеседник. Больше того, я сказал, я все понимаю, может быть, нашему уважаемому Сергею Сергеевичу действительно нужна эта комната, но ведь Войнович живет в однокомнатной квартире, жена беременна. Сергей Сергеевич, неужели вам не будет неуютно в роскошной четырехкомнатной квартире, зная, что ваш товарищ, писатель, ютится с женой и ребенком в одной комнате? А он что ж, не выдержал я? А он? А он мило улыбнулся и говорит, ну, через это я как раз могу переступить. Тут я даже руками развел, прямо так и сказал, да, ответил наш гость смущенно, прямо так и сказал, ну, а вы, спросил я, вы, конечно, возмутились, вы сказали, что он слишком много себе позволяет. Нет, смутился наш гость еще больше, я ничего не сказал, я обалдел. Обалдеешь! Приходит в голову еще вопрос, а что же это Бажова? Она понимает, что в нашем доме две однокомнатных квартиры будут стоить двое дороже, чем ее одна двухкомнатная. Может, она миллионерша? Нет, она довольно бедная женщина, но Иванько говорит, что он ей поможет. То есть, просто купит для нее одну из этих квартир? Вероятно. И за эту комнату, которую он хочет, тоже заплатит. И заплатит еще и за то, что пробьют капитальную стену. Значит, он миллионер. Во всяком случае, за расходами не стоит. Но ведь долбить капитальную стену архитектурными нормами строго запрещено. Он говорит, ему разрешат. Так кто же он такой? Я не знаю, кто он такой. Писатель, вероятно. Говорят, член Союза. А я кто, по-вашему? Володя, ну что вы ко мне пристали, рассердился наш гость. Я вам говорю то, что было. Раз он так высказывался, значит, считает, что может себе позволить. Но другие-то члены правления что говорят? И там, кроме вас, еще есть какие-то приличные люди. Ну вы обалдели, а они что? И они обалдели. Гость ушел. Мы с женой остались в полной растерянности. Что за напасть? Откуда взялся этот писатель, писатель Иванько? Все-таки имею какое-то отношение к этому делу. Слежу за новинками литературы и убей меня, бог, если я хоть когда-нибудь слышал такую фамилию. Хватаю справочник союза писателей, открываю на нужную букву Иванович Ивантер Ивасюк. Нет здесь Иванько и в помине. Если не попал в справочник, значит, только недавно принят. Выходит молодой писатель. Отчего же молодому такие поблажки? Чтобы он жил в четырех комнатах, а я оставался в одной? Конечно, мы заботимся о нашей литературной смене, но не настолько же. И как прикажете понимать слова его, что через это он как раз может переступить? Когда-то в первый послевоенный голодный год автор этих строк приобретал в ремесленном училище профессию краснодеревщика. У нас было бесплатное трехразовое питание. Обычно завтрак и обед съедали все, но ужин доставался не каждому. На официанку с подносом налетали как коршуны и хватали кто две, а кто три порции, кто не одной. Такая система распределения общественного продукта носила название Нахапок. Но так действовали голодные дети, когда не было поблизости мастера или иного начальства. А тут среди бела дня на глазах писательской общественности да что же это такое творится? Немедленно звонить во все колокола. Где там телефон нашего председателя? Фигура в районном масштабе. Я не ставил своей задачей изображать Бориса Александровича Турганова, но, к сожалению, в этом рассказе без него никак не обойтись. Поэтому позвольте мне хотя бы мимоходом представить вам и его. Он, как я вам уже сообщал, председатель нашего кооператива. Переводчик с украинского возраст под или за 70. Голова голая, как яйцо, ходит по двору важно, говорит внушительно, всем своим видом показывая, какой он большой человек, какие крупные проблемы ему приходится решать в повседневной жизни. Говорят, в частной беседе он однажды заметил, что не говорите, а в районе председатель писательского кооператива фигура. Фамилии должностных лиц и сами названия их должностей Борис Александрович произносит с юношеским восторгом, а себе предпочитает говорить в третьем лице. А что же вы хотите, чтобы за вас председатель думал? Я прошу вас выбирать выражение. Перед вами председатель. Название должности Бориса Александровича я написал с большой буквы, следуя употребляемому им правописанию, все должности, начиная со своей собственной и выше, он обозначает только заглавной буквы. Один мой знакомый славится замечательной памятью и тем, что знает едва ли не всех в Москве, кто имеет какое-нибудь отношение к литературе, любит давать каждому, о ком зайдет речь, краткую характеристику. Характеристики его, как правило, доброжелательны. Например, вы спрашиваете его, кто такой Иванов? Иванов переспросит он, очень талантливый человек или очень хороший человек, симпатичный человек, удачливый человек, неплохой человек, человек небеспособности и так далее. На мой вопрос о Турганове он сказал, не задумываясь, очень богатый человек и, немного подумав, добавил, и очень плохой человек. К портрету этого человека мы, пожалуй, еще вернемся. А пока только сообщу вам, что тогда же, 14 февраля вечером, я ему позвонил по телефону. Трубку взяла жена. Узнав, кто спрашивает ее мужа, она сказала, сейчас посмотрю, он, кажется, уже лег. И, выдержав паузу, да, он уже лег. Звоню утром. Борис Александрович еще спит. Звоню еще через некоторое время. Он только что вышел. Я так и думал, говорю. Ничего, я его все равно разыщу. Во второй половине дня телефонный звонок. Владимир Николаевич, это Турганов. Я вам звоню, чтобы вы не думали, что я от вас скрываюсь. Почему вы считаете, что правление не может обсуждать какие-то варианты? правление может обсуждать все, что угодно, если у него есть время. Но квартира 66 должна принадлежать мне. Тем более, что, как вы помните, так решило последнее собрание. Никакого решения не было. Была рекомендация. Борис Александрович, вы хорошо знаете, что рекомендовать может правление. Собрание не рекомендует, а решает. Я понимаю, чем продиктованы ваши действия, но вам все же не стоит браться за это дело, оно у вас не получится. Через собрание вы его не проведете, а без собрания у вас и подавно ничего не выйдет. Я вам обещаю. Если вы трезво мыслящий человек, вы должны это понять. Молчание. Вы согласны со мной? На этот вопрос он не отвечает. Подумав, он говорит, я знаю, кто ему рассказал о правлении. Из этих слов я заключил, что Турганов рассматривает правление нашего кооператива как секретную организацию, которая свои дела должны хранить втайне от рядовых пайщиков. Он не чинуша. Я был избавлен от необходимости собирать справки о личности Иванько. Сведения о нем сыпались на меня на каждом шагу. Разные лица доставляли мне эти сведения, кто с угрозами, а кто просто так. В конце концов, я узнал, что Иванько Сергей Сергеевич 1925 года рождения а. Родственник бывшего председателя КГБ семичастного б. Ближайший друг бывшего представителя СССР в Организации Объединенных Наций, ныне главного редактора журнала «Иностранная литература» и секретаря Союза писателей СССР Николая Федоренко. В. Сам по себе тоже большая шишка заведовал каким-то издательским отделом в ООН. Теперь член коллегии в Госком издате, командует всеми издательствами Советского Союза, а в любом из них может зарезать любую книгу, а кроме того, так говорили, занимает очень заметный пост, в том самом учреждении, где его родственник семичастный был председателем. И не только что книгу зарезать, а и автора жить со света ему не доставит большого труда. Трезвые люди советовали уступить. Кое-что прояснилось, но кое-что оставалось не очень понятным. Если он такой большой человек, то почему ему не дадут квартиру казенную и такого размера, какой ему нужен? Ему дадут все, что он захочет, но он не может отсюда выехать. Почему? Потому что он эту квартиру, как он сам говорит, оборудовал. Он привез из Америки кухонный комбайн, унитаз, кондишен, особые какие-то обои, особое кое-что еще. Все это вмуровано в стены, в полы, в потолки. Оборудование стоит колоссальных денег, а выдрать его значит испортить. Он никуда не может уехать. Он может только расширяться или пробиваться вверх или вниз. Владимир Николаевич, говорит мне лифтерша из подъезда Иванько, вы видели, как этот-то, она избегает называть моего соперника по фамилии, переезжал, нет? А мы видели две машины с контейнерами и все американское, и унитаз, и кухонный комбайн, и еще черти чего. Санки, даже санки детские, и те привез из Америки. Почему-то эти санки произвели на нее наибольшее впечатление. Да ему, Владимир Николаевич, и пять комнатов мало. Да, говорит писатель М. Я тоже видел, как он переезжал. для наших географических условий зрелище впечатляющее. Масса каких-то предметов неизвестного назначения. Каждый обернут фольгой и на каждом крупными буквами ИВАНКО. Он так и произнес на английский манер без мягкого знака ИВАНКО. Но, говорят, в октябре, когда об отъезде Кленова еще не было и речи, он подавал заявление на улучшение. Но что же он рассчитывал тогда? Тогда он рассчитывал на одну из комнат Козловского. Как? Я еще не утратил способности удивляться. Но ведь Козловский в своей квартире живет. Поймите, чудак-человек, для ИВАНКО это не имеет никакого значения. Вот тогда ничего для него не имеет значения. Слушай, спросил Козловского некто, что думал ИВАНКО, подавая заявление на твою комнату? Не говори и не спрашивай, сказал Козловский, испуганно приседая. Наверное, он хочет меня выслать в Израиль или расстрелять. Вот первые штрихи к портрету Сергея Сергеевича ИВАНЬКО. Писательская свобода. Глава из сатирической повести Владимира Войновича Иванькиада. Читает Александр Филипенко. Но вот тот же образ в ином освящении, говорит пожилая дама, жена одного из влиятельных членов правления нашего кооператива. Миленький, вы напрасно так отзываетесь о Сергее Сергеевиче. Это очень хороший, очень милый человек. Я понимаю ваше положение, но и вы поймите его. Он привез из Америки все оборудование. Ему предлагают пять комнат хоть сейчас на Новом Арбате. Но он же не может. Да, он очень симпатичный человек. Некоторые говорят, что он чинуша, но он совсем не чинуша. Он писатель. Да, он писатель. А у него нет даже своего кабинета. Боже мой, прямо хоть плачь над несчастной судьбой писателя Иванько. Даже неловко как-то становится, как будто у меня есть кабинет, гостиная, спальня, столовая, и как будто не он у меня, а я у него пытаюсь что-то отнять. Но ведь у него, говорю я, несколько арабев, три комнаты на троих, почему же он не может из одной комнаты сделать себе кабинет? миленький, как же вы не понимаете? Она прямо потрясена моей тупостью и бессердечием. Я же вам говорю, у него квартира оборудована, ему буквально повернуться негде. Вы же человек, почему вы не можете войти в положение другого человека? Да, я вас понимаю, вы живете в одной комнате, и у вас тоже нет кабинета, и ваша жена, кстати, вы же ей скажете, что ей сейчас нельзя волноваться, и сами не нервничайте. Мы вам обязательно что-нибудь подыщем. Мой муж говорит, что вам нужна только хорошая квартира. Ни о какой квартире Бажова не может быть даже и речи. Что вы? Вера Ивановна Бунина, вы ее знаете, нет? Она, между прочим, к вам очень хорошо относится. Она обещала вам подыскать хорошую квартиру. Потерпите два дня. Вера Ивановна вам что-нибудь подыщет. Кленовская квартира принадлежит вам. Она уже ваша, но только два дня. Ведь Сергей Сергеевич такой милый человек. Я его мало знаю, но он очень симпатичный и совсем не чинуша. Идите, миленький, домой, успокойтесь сами, успокойте жену. Ей сейчас нельзя волноваться. этот монолог был произнесен и у меня записано 15 февраля. А вот еще один отзыв. Иваньков писатель? Ну, что вы говорите? Скорее, вот эту кастрюлю можно назвать писателем. Обыкновенный Акаки Акакич. Я его знаю, как облупленного. Работал с ним вместе в лежи. Его потом выгнали. Во времена нашей великой дружбы с Китаем он написал об этой дружбе передовую и допустил политический ляп. В газете было напечатано «Большого подъема достигла экономика США и Китая». И еще мнение. Что вы, он не Акаки Акакич, он значительное лицо. Хотя действительно когда-то был очень мил и приветлив. А вот потом поехал в Америку и уже вернулся оттуда надутый. Кого считать писателем? В ту ночь я спал плохо. Мне снилось белое с длинной ручкой кастрюлю для молока. Я пытался решить вопрос, можно ли ее считать писателем. И почему-то я решил для себя, что считать писателем ее пожалуй и нельзя, но принять в Союз можно. Снилось мне заседание приемной комиссии выступления одного из членов комиссии, что принять кастрюлю просто необходимо, потому что она не бездарна, ничего бездарного пока еще не написала. Это правильно. Глубокомысленно соглашалась с некое значительное лицо, раздуваясь, словно воздушный шар. Конечно, приснится человеку может все, что угодно, в том числе и такая абракодабра, но подобное абракодабра сплошь и рядом происходит и наяву. В бытность мою три срока членом бюро секции прозы Союза писателей я неоднократно бывал свидетелем таких примерно отзывов о приеме нового члена. Книгу, которую представил товарищ такой-то, не назовешь, конечно, талантливой. Да, она серая книга, но у нас же не союз талантливых писателей, у нас союз советских писателей. Вы думаете, это говорилось с юмором? Нет. Это утверждал всерьез обычно такой же советский, но не талантливый. Поначалу я возражал против такой формулировки, утверждая, что профессия писателя от всех прочих тем именно отличается, что подразумевает в носителе ее наличие писательского таланта. Я считал, что определение талантливый писатель есть тавтология. Не талантливый писатель это вообще не писатель. Признаюсь, что в то время я даже помешал некоторым не писателям вступить в союз, но впоследствии счел свой принцип несправедливым. Я увидел, что 90% а то и больше членов союза писателей и есть не писатели. То есть они исписывают, конечно, некоторое количество бумаги текстом, который потом набирается, печатается, заключается в твердую или мягкую обложку и перед сдачей в макулатуру выставляется на прилавках магазинов. Но он, этот текст, чаще всего не имеет никакого содержания ни морального, ни эстетического, ни даже политического. Я перестал придираться к неписателям. Я подумал, что если таких неписателей в союзе подавляющее большинство, то почему не принять еще и этого, который пока не состоит, но он ничем не хуже уже состоящих. Положение тут безвыходное. Неписатель, вступив в должность писателя и пытаясь закрепить свое право на эту должность, довольно умело используя обстановку, начинает впоследствии доказывать, что он и есть писатель, что только такие писатели и нужны. А вот те, кого определяли писателями по старым меркам, они и есть не писатели. Вышеприведенные рассуждения касались только лиц, не достигших к моменту вступления в союз писателей больших чинов. Но если вступает некто, занимающий где-то высокую должность, про него не говорят, что его надо принять, хоть он и плохо пишет. Про него сразу рубят, что он не какой-нибудь, а просто большой писатель. На этой теме мы еще остановимся, а пока вернемся к нашему уважаемому. Легендарный унитаз. Итак, из Америки он вернулся надутый. И было отчего. Он прожил там шесть лет и даже во время отпуска не всегда посещал родные края. Иногда с семьей отдыхал в Ницце. Вы, читатель, отдыхали когда-нибудь в Ницце? Из дальних странствий, возвратясь на свои трудовые сертификаты, приобрел Волгу, нового образца обменял квартиру маленькую двухкомнатную на большую трехкомнатную, обставил ее привозной мебелью и оборудовал ихней техникой, в число которой входит и какой-то неописуемый унитаз, о котором в среде литературной общественности слагали легенды. Казалось бы, что еще человеку нужно? Ну, человек, особенно человек творческий, как известно, никогда не останавливается на достигнутом. Поставил один унитаз, хочет поставить второй. А куда? Вот то-то и оно-то. Вера Ивановна Бунина. Мне советовали обратиться к Вере Иване Буниной. Она у нас в кооперативе председатель тоже, небось, надо с большой буквы, ревизионной комиссии, то есть той самой комиссии, которая обязана наблюдать, чтобы правление вершило свои дела в соответствии с волей большинства пайщиков и действующим законодательством. Набирая номер телефона, я надеялся найти у нее управу на Турганова и его уважаемого протеже, тем более, что она, как говорили, ко мне очень хорошо относится. А что вы хотите, спросила она, вполне недружелюбная. Я даже слегка опишу, как я хочу получить квартиру. Ну, только получайте. Вам же предлагают квартиру Божовой. Я не хочу квартиру Божовой, я хочу ту, которая освободилась. То есть, вы хотите квартиру хорошую, уличила она меня тут же. А вы хотите плохую? Поинтересовался я. Сейчас не обо мне речь, я о вас. Давайте говорить прямо. Вы хотите квартиру хорошую. Она так подчеркивала интенсивное слово хорошую, как будто в этом была видна вся степень моего падения. Да, вынужден был я признаться. Я хочу квартиру хорошую. Вот так вы и скажите. Я так и говорю. Похоже, она растерялась. Она рассчитывала, что я буду доказывать, что хочу получить именно плохую квартиру, или в крайнем случае какую-нибудь, тогда она могла бы мне возражать. А тут встала в тупик. Да, но вы ведете себя неправильно. Вы чего-то требуете. Вы капризничаете. Немного о птице тройке и Альфреде Мюсе. Положив трубку, я задумался. Я стал думать, почему эти люди так враждебно воспринимают каждое мое слово. Может быть, я действительно веду себя как-то не очень порядочно? Нет, вы не подумайте, что я пытаюсь острить, в каких-то предыдущих страницах я пытался достичь какого-то юмористического эффекта, но здесь нет. Здесь я пытаюсь говорить совершенно серьезно. Я был растерян. Я думал, что все права, не только юридические, но и моральные, настолько на моей стороне, что меня сразу же все поддержат, и на стороне Иванько не останется никого, кроме Труганова. Ну, допустим, нашли они еще какого-то Кулешова. Ну, вот, например, Козловский. Кажется, он неплохо относился ко мне. И вообще, вроде бы, неплохой человек. Потом мне, правда, сказали, и сам я в этом убедился, что мерзавец. Но тогда я еще не был в этом уверен. Ну, а тот самый влиятельный член правления, о котором я упоминал выше. Ему-то зачем Иванько понадобился? Старик, 70 лет, из бывших дворян, пишет о хороших манерах, жена, тоже из бывших, играет на пианино. Разве это хорошие манеры? Пытаться угодить чиновнику. Может, я правда чего-то не понял? Может, у Иванько какие-то особые обстоятельства? А я пру на пролом ослепленный жаждой расширения площади? Между прочим, в подобную моральную ситуацию я уже попадал, когда в 1970 году меня в Союзе писателей прорабатывали за первую часть Чонкина. Среди прорабатывающих были не только Грибачёв или, например, некий Вениченко. Нет, среди них были люди с репутацией порядочных. А с одним из них я даже был в какой-то не очень тесной дружбе. Но вот они встают и говорят. Ну, ладно, Грибачёв и Вениченко, ясно, что они говорят и зачем. Но вот вступает в хор один из порядочных. Он читал обсуждаемого писателя раньше, он ценил его творчество, но теперь он не верит своим глазам. Он испытал горькое разочарование, подобно тому, какое испытывает, когда у такого тонкого эстета, как Альфред Мюссе встречает явные грубости. Я сижу, я слушаю, я думаю, ну, ладно, ну, Грибачёв, ну, Вениченко. Но это же человек порядочный. И говорит он не сквозь зубы, не вынужденно. Он возбуждён. Он приводит литературные параллели. Он художественно говорит. Не успел я опомниться, от Альфреда Мюссе встаёт другой, тот, с которым я дружил. Он говорит глухим голосом. Он Володю, чтобы подчеркнуть бывшую близость, знает давно, знает, как писателя честного думающего. Но понимаешь, Володя, это уже прямо ко мне. Писатель может и должен критиковать всё. Он может подвергнуть самой резкой сатире любые наши недостатки, любого бюрократа. При этом он размахивает кулаком, как будто этими словами и громит как раз те самые недостатки того самого бюрократа. Но есть один герой, которого критиковать никогда нельзя. Это народ. Этого не позволяли себе даже такие гиганты, как Салтыков, Щедрин и Гоголь. Гоголь, который беспощадно высмеял многие недостатки прежней Руси, написал затем птица тройка. Мне было бы морально гораздо проще, если бы я думал, что все подонки и негодяи, но здесь вроде бы говорит человек, разделяющий мои взгляды. Я был удручен, будучи не очень самонадеянным, я засомневался, мои друзья Чонкина хвалили, но, может быть, они хвалили по-дружески, стесняясь сказать что-то другое. Ведь я и сам иногда не желая обидеть товарища, могу похвалить вещь, которая мне не очень понравилась. Но потом я подумал, что все это выглядит немножко странно. Нет, я не претендую, чтобы вещь моя непременно понравилась всякому. Я ее раньше показывал разным людям. Кому-то она нравилась больше, кому-то меньше, кому-то нравилась очень, кому-то, может быть, так уж мне все-таки не говорили, возможно, из вежливости, совсем не нравилась. Но здесь, в кабинетах, она не нравилась всем и не нравилась ничем. Ни одному не понравилась ни одна сцена и ни одна строчка. И Грибачев, и мой бывший старший друг были в этом едины. О последнем я думал, пытался его понять, тем более, что потом он меня уверял, что в кабинете и говорил искренне. Я себе представил, вот ему, как члену кабинета предложили прочесть мое сочинение, он понимает, для чего ему дали это прочесть? Если, допустим, это ему понравилось, тогда как честный человек, а в своей честности он не сомневается, он должен будет сказать, что это ему понравилось. Но если он скажет, то тем самым навлечет на себя неприятности вплоть до изгнания из кабинета, у него где-то там какие-то договора, книги, сценарии, представления по случаю грядущего юбилея на орден или на премию, все рухнет, если ему понравится эта вещь, ему будет гораздо удобнее, если эта вещь окажется плохой. Он начинает читать и при этом думает. Вот написал всего одну часть и тут же сунул на запад. Торопится. из-за такой ерунды, но написал бы уже все, так было бы хоть из-за чего отдуваться, а то одна часть, да еще говорит, что не знает, как туда попало. Если не хотел, так не попало б. Сам сунул, а отвечать не хочет. Хочет выкрутиться, хочет, чтобы я за него отвечал. Конечно, когда что-то начинаешь читать с такими мыслями, понравиться это что-то, не может. Он идет в кабинет и говорит о птице-тройке, говорит с пафосом и вполне искренне. И это ужасно. В подкасте «Писательская свобода» выслушали главу из сатирической повести Владимира Войновича Иванкиада. Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 2024 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова